Всем привет! Прежде всего, позвольте мне представиться. Я из Китая, меня зовут Сян Мин Доу. Я знаю, что русским очень тяжело произносить мое имя, но ничего страшного. Я работаю в Alibaba Cloud, занимаюсь Postgres и его реализацией для Облака. Моя работа заключается в основном в управлении Postgres, а также ядром Postgres. И сегодня я хочу рассказать о том, как мы справляемся с этими задачами и как используем Postgres для Облака. Но сначала хочу узнать, сколько здесь находится администраторов баз данных. Спасибо. А есть ли разработчики ядра баз данных? Ну что ж, наша задача состоит в том, чтобы сократить расходы на обслуживание баз данных. Поэтому я хочу задать вопрос. Как же необходимо, как можно создать инстанс Postgres с нуля? Представьте, что к вам приходит руководитель и говорит, нужно создать инстанс Postgres. Как это сделать? Сначала нужна машина. После этого необходимо написать несколько скриптов. После этого развернуть уже сам инстанс. Сейчас я покажу, как это делается. Итак, это наша основная страница на сайте Alibaba Cloud, где вы можете выбрать спецификацию, сколько ядер и сколько ОЗУ вам необходимо, а также какое пространство хранилища вы будете использовать. За первые полгода вы при этом ничего не платите, а затем платите около 6 центов за час использования сервиса. После этого вы переходите на этот экран. Если вы выбираете подключение, указываете основную информацию и дальше уже можете переходить к задачам управления. Вы также должны создать аккаунт администратора базы данных. И за 10 минут уже у вас будет инстанс Postgres. Именно этим мы и занимаемся. После этого вы можете уже переходить непосредственно к разработке приложений. Но, конечно же, это далеко не все. После создания инстанса вам больше не нужно беспокоиться о его обслуживании и управлении им, потому что этим занимаемся мы. Вы можете сосредоточиться только на развитии бизнеса и создании приложений. Все остальное мы берем на себя. Что именно? Во-первых, высокую доступность. Здесь два аспекта. Во-первых, эта область полностью прозрачная. То есть вам не нужно будет заботиться о том, как мы управляем Postgres, как мы занимаемся дедупликацией, как мы выполняем переключения, когда мы это делаем и зачем. Все абсолютно прозрачно. Второе. Вам не нужно беспокоиться о слейвах и какие связи находятся между мастерами и слейвами. Вторая часть управления – это мониторинг. Прежде чем я приехал сюда, мне очень часто задавали вопрос, как выполняется мониторинг. С моей точки зрения, существует два вида мониторинга. Первый – это мониторинг производительности, когда вы создаете профили. Как мы выполняем мониторинг? Как мы собираем данные о производительности, об исключениях и оповещениях? В этой связи, мне кажется, будет важно поговорить об автовосстановлении. То есть вам не нужно самому беспокоиться о том, что происходит с системой, потому что в автоматическом режиме создаются оповещения и система сама себя лечит. Третий аспект – это резервное копирование и восстановление. Вы знаете, что ОТП – это очень важный аспект. И несмотря на то, что у нас есть автоматический мониторинг, иногда нам необходимо вернуться в какой-то определенный момент времени. Например, на два часа назад, если, например, таблица дропнулась или мы обнаружили в ней ошибку. Именно для этого у нас есть специальные операции, которые позволяют восстанавливать базу данных в соответствии с каким-то определенным моментом времени. При этом вы можете сделать это как за день назад, за неделю или даже за месяц. Также мы можем составить расписание для резервного копирования. То есть вы сами можете решить, когда именно будет выполняться резервное копирование ваших баз. Мы можем автоматически составить, либо вы сами скажете, укажете нам окна, когда именно будете выполнять резервное копирование. Также мы выполняем улучшение ядра Postgres. Мы делаем это специально для наших заказчиков, поскольку они выразили такое пожелание. Потому что платформа очень сильно порой отличается от заказчика к заказчику. Именно поэтому мы выполняем ряд кастомизаций для наших заказчиков. Мы можем выполнять обработку ООМ, то есть ошибок, связанных с нехваткой памяти. Мы можем выполнять IOHUNK, то есть если у вас не хватает ресурсов ввода-вывода. Мы уже сталкивались с этой проблемой несколько лет назад, но она по-прежнему остается актуальной. Также мы занимаемся управлением привилегиями. В целях безопасности вы не можете позволить, чтобы у наших заказчиков был суперпользователь. Именно поэтому мы выполняем управление привилегиями. Также мы занимаемся прозрачным переключением и управлением подключениями. То есть мы можем совершенно прозрачно переключаться между мастером и слейвом так, что заказчик даже не знает, когда происходит переключение и для чего это было сделано. Также мы занимаемся пулами. Пулы – это немного больше, чем просто подключение, потому что очень часто мы используем прокси-серверы. И если наш заказчик использует свой собственный пул подключения, и он недостаточно хороший, то мы можем сами поддерживать подключение для того, чтобы он не терял результаты своей работы. Поэтому давайте сейчас рассмотрим каждый аспект по отдельности и станет понятней. Высокая доступность – это, наверное, самая сложная и самая важная часть управления, так как мы стараемся предоставить определенное качество обслуживания. Это очень важно. Мы говорим нашим заказчикам, что мы можем им предоставить, что они могут получить за ту или иную цену. Как мы это делаем? Во-первых, у нас есть метаданные. Метаданные обо всех инстансах. Конечно же, я не могу вам в деталях об этом рассказывать, но у нас более сотен тысяч инстансов. В том числе Postgres, MongoDB и другие с УБД. Поэтому, как мы можем управлять таким большим объемом метаданных за малое время? Во-первых, мы очень быстро обнаруживаем, где находится мастер, а где слейв, и можем быстро их переключать. Дальше мы можем сделать из них оба мастера. Это выглядит именно так. Мастер, конечно же, должен знать, где он находится. После обнаружения – это соединение. После обнаружения, например, этот мастер упал, обычно мы не подключаемся к слейву, потому что в Postgres мы можем использовать абсолютно разные средства – репликацию, ключ репликации. Поэтому нам совсем не обязательно подключаться к слейву в случае сбоя. Вы знаете, что слейв обычно используется для репликации. Репликация очень хорошо работает в Postgres. Так вот, если мы обнаруживаем, что мастер упал, а в мастере очень много работников, их может быть сотни или даже тысячи, так вот, соединение будет переключено абсолютно прозрачно, и слейв станет сам мастером. При этом наши заказчики это даже не заметят. Подключение не упадет и продолжится работать такой, какой она была. Мы также можем обрабатывать каждого мастера и половину всех наших инстансов. То есть, несколько сотен тысяч инстансов одновременно. Мы можем обнаруживать сбой мастера меньше, чем за минуту. Но здесь у нас на схеме два мастера, и они также могут сообщать друг о друге. Поэтому, если один из них упадет, другой мастер перехватит его. Вторая часть посвящена мониторингу. Мониторинг – это очень важная часть управления. Мы выполняем весь мониторинг на уровне хостов. То есть, мы выполняем прямо в инстансах все задачи по мониторингу, и там же храним все данные о мониторинге. Для этого мы используем специальные хост-коллекторы, которые передают данные затем в элемент Storming, а затем они направляются в базу данных. Но, естественно, здесь могут возникнуть ошибки, и база данных может разрастись до нескольких терабайт. После этого мы почистим наши данные, потому что там хранится все сразу, и нам необходимо эти данные очистить. Для того, чтобы обеспечить хорошую производительность, мы используем специальный IPI-интерфейс, для того, чтобы данные могли быть переданы пользователю. Все передается по HTTP. Вторая часть посвящена тому, как мы наблюдаем за производительностью. Для этого мы используем различные правила и проверки. Например, если инстанс занимает более 90% ЦПУ, это очень много, и тогда производительность может значительно снизиться. Для этого мы используем специальные проверки. Обычно пользователь получает специальное уведомление. В таком случае пользователь может переподписаться, для того, чтобы снизить нагрузку на ЦПУ. Все эти данные хранятся в специальной базе данных. После этого мы можем объединить все данные и, например, отправить оповещение. Итак, мы можем выполнять самые различные проверки и затем уже принимать решение, будет ли администратор, пользователь или заказчик получать уведомление о том, что что-то идет не так. Но также на основе имеющихся данных мы можем выполнять самостоятельное исправление системы. Но этого, естественно, недостаточно, потому что эта линия, эта связь слишком длинная. И нам нужно выполнять обнаружение на уровне инстансов. Например, проверять доступность. Это очень важная часть управления, поэтому нужно сделать так, чтобы эта связь не была такой длинной. Вот что касается мониторинга. Переходим к резервному копированию и восстановлению. Резервное копирование – это совершенно другой, абсолютно другой модуль, который является, кстати, встроенным. Все бэкапы выполняются в потоковом режиме. Мы не можем выполнять резервное копирование на диск, а затем перемещать эти данные куда-либо еще, потому что у нас слишком много инстансов, и нам необходимо, чтобы данные передавались постоянно и при этом не занимались слишком много пространства. Postgres, MongoDB – все они позволяют выполнять потоковое резервное копирование. После передачи данных они перемещаются в другое место – в специальный сервис. Эти бэкап-сервисы обладают рядом микросервисов, которые отвечают за мониторинг и обслуживание этих данных резервного копирования. То есть после передачи данных специальный микросервис обработает их и переместит в постоянное хранилище. В Alibaba мы используем для этого название Open Storage. Кстати, хранилище достаточно недорогое. После постоянного хранилища, после того, как данные туда приходят, мы можем уже при необходимости заняться их восстановлением. Но на что здесь нужно обратить внимание? В Postgres восстановление происходит с Worklog и с другими журналами. То есть мы можем восстановить данные именно в каком-то определенном моменте времени, в зависимости от того, какой именно период нам нужен. Поэтому если мы, например, что-то удалили или у нас ошибка в кортеже и мы хотим восстановиться за одну минуту или час назад, мы можем использовать именно этот сервис. Вот так мы это делаем для наших заказчиков. После резервного копирования пользователь может получить данные, которые находились в постоянном хранилище через специальный API-интерфейс. Мы делали это раньше. Правда, немного по-другому. Дело в том, что раньше заказчики могли сами выбирать стратегию резервного копирования. То есть они сами нам сообщали, где будут храниться метаданные, а где будут храниться сами данные. Но мы решили, что хранение метаданных должно выполняться по расписанию. Для этого мы использовали специальный поток, который позволял разделять эти данные на два. Очень просто. Последняя, но очень не менее важная часть – это улучшение ядра пасгресса. Мы очень много занимаемся ручными операциями. И эта область разделяется на четыре. Четыре подкатегории. Слева, как вы видите, мы видим то, что относится к ресурсам. Наши заказчики, как правило, небольшие компании, у которых не очень много денег. Поэтому их ресурсы достаточно ограничены. Это приводит к тому, что они могут столкнуться с очень большими проблемами. Например, нехватка памяти, нехватка подсистемы ввода-вывода и так далее. Поэтому они должны знать, когда они выходят за лимиты ЦПУ, памяти, хранилища и так далее. С этим очень много проблем. Поэтому мы потратили очень много сил, чтобы решить эти проблемы. Вторая часть. В данном случае мы рассматриваем данный вопрос, потому что облачная платформа совершенно не похожа на другую. И мы используем ту же платформу, в которой присутствуют и другие базы данных. Поэтому мы достаточно много сделали для того, чтобы обеспечить управление привилегиями. И также сделать прозрачное подключение. Это две основные части нашего улучшения кернела. Я сейчас по очереди расскажу по каждому улучшению. Прежде всего мы говорим с вами по поводу обработки объектно-ориентированного моделирования. Прежде всего это мультипроцесс. И если один процесс задействует слишком много памяти, то тогда данный процесс убивается. Подается сигнал в Linux и данный процесс завершается. В противном случае он обновляется, прерываются все подключения. И не все наши клиенты переподключаются к серверу. В случае, если осуществляется подключение, то тогда возникает проблема. Таким образом мы не можем попросить своих клиентов перестроить или проконфигурировать свои платформы. Возможно, что-то делалось достаточно давно. Возможно, у них сейчас нет исходного кода для того, чтобы можно было переделать что-то. Таким образом, эту проблему необходимо нам решать самим. Это инстанция. Как вы видите здесь, контейнер ресурсов. Весь экземпляр помещается в один контейнер. Как вы видите, внутри контейнера присутствует несколько процессов. И если данный процесс, процесс 2, использует слишком много памяти и превышает лимит выделенной памяти для этого контейнера, то тогда специальный обработчик ОМ мы завершаем процесс. После того, как мы получаем данный сигнал, мы перемещаем его из этого контейнера во внешний контейнер. В данном контейнере доступно достаточно большое количество ресурсов. Поэтому после этого… Да, конечно, данный процесс все еще использует много памяти. Мы это не можем себе позволить, поэтому процесс можем отменить, но не завершить. И после этого мы сможем вернуть весь объем памяти, который был задействован данным процессом. Итак, как мы можем этого добиться? Прежде всего, нам необходимо использовать команду cancel для того, чтобы завершить данный процесс. Но потом нам необходим дополнительный сигнал для обеспечения безопасности. Так как мы не хотим, чтобы данная информация из процесса была потеряна. Таким образом, необходимо разработать новый сигнал в Пасгрессе. И поэтому, если Пасгресс получает данный сигнал, то мы делаем восстановление задействованной памяти. И таким образом мы и проводим данную процедуру. Прежде всего, поступает сигнал от Хендлера ООН. Это обработка, как раз вот решение проблемы, когда возникает проблема нехватки памяти. В данном случае мы видим, что мы не можем просто так передавать все эти процессы на решение наших клиентов, так как это может быть опасно. Но нам необходимо обеспечить управление привилегиями. Прежде всего, нам необходимо понимать, что суперпользователи – это достаточно опасное решение. Пользователям требуется много привилегий. И нам необходимо обеспечить совместимость различных решений о использовании различных бинарного кода для того, чтобы получить разъединенные рейтинги и прочее. И, конечно, нам необходимо учитывать и вопросы совместимости. Так как мы не хотим нарушить какие-либо вопросы совместимости в сообществе прогресса. Таким образом, мы создали набор правил. Это не суперпользователь, но таким образом может обновлять определенные процессы. Пользователь может создавать различные пользователи с определенными привилегиями. Например, можно предоставить привилегию доступа к файлу. Таким образом, мы повышаем безопасность и защищенность нашей платформы. А теперь поговорим по поводу управления привилегиями. Дальше мы поговорим о ханге ввода-вывода. Это, конечно, проблема достаточно серьезная для нас, так как требует массу ресурсов. Все машины как раз… Если вдруг мы сталкиваемся с такой проблемой, что-то подвисает, тогда все процессы останавливаются. Другие экземпляры также завершаются и не могут функционировать дальше. Даже если всего лишь завис один экземпляр, так как все находится в пределах одной машины, одной системы. А причина – файловая система X4. И проблема в том, что пасгресс во время анализа делает следующее. И здесь, конечно, достаточно затронно. Если мы блокируем какой-либо канал, X4 журнал, и в этом случае X4 и данный журнал работают на уровне хоста. Поэтому, таким образом, мы не можем нести никакие серьезные изменения. Поэтому мы пытаемся записать эти данные в другие банки. Во время данной процедуры, прежде всего, необходимо заблокировать журнал X4. Далее. Необходимо записать лог. И здесь все зависит от вашей бизнес-модели. В случае, если вы создаете множество баз данных, то таким образом вам предстоит записать большой объем данных. И на это потребуется определенное время. Во-вторых, вы записываете страницы данных. Если это… Здесь мы не говорим о каком-либо только каком-либо буфере. И обычно в данном случае мы говорим, что мы не говорим о данных элементах. И если обычно вы пользуете стандартную среду, то проблем никаких не возникает. Но как только вы начинаете использовать различные сотни различных атмосфер, различных сред просгресса, и у каждой системы, у каждого элемента есть определенные лимиты в использовании ресурсов, то тогда у вас возникает серьезная проблема, так как на записи уходит очень много времени. Тогда вы можете использовать функцию бёрстинга экземпляра. И страниц данных будет много, например, 30 страниц. И это ваш лог. И все находится в вашем логе. В журнале X4. И очень много проводится операций ввода-вывода. До настоящего момента мы использовали SSD в ваших облачных решениях. До этого использовали жесткие диски. Но диски просто не способны обрабатывать все эти процедуры ввода-вывода. Но все еще все равно возникают серьезные проблемы по поводу операции ввода-вывода. И когда мы производим запись в журналах X4, в странице данных, мы выполняем все записи на хост-машине. Проблема серьезная. Более того, есть определенный лимит ввода-вывода. Например, на каждой инстанции, на каждом экземпляре, каждый экземпляр можно выполнять, например, 100 операций ввода-вывода. Таким образом, проблема усугубляется с ростом количества страниц данных, которые нам необходимо записать. И вот вы посмотрите, какие мы сделали. То есть мы решение нашли в 2013 году. А теперь давайте посмотрим, как мы решили данную проблему. Давайте подумаем о данных до того, как мы используем операцию F-Sync. Прежде всего, необходимо записать данные страницы с данными. Даже несмотря на то, что требует гораздо больше времени, нам необходимо выполнить данную процедуру прежде всего, так как таким образом мы не блокируем никакие журналы, и таким образом хост продолжает функционировать. Даже несмотря на то, что экземпляр процесса несколько замедляется, все равно он остается доступным. После этого мы обращаемся к журналу X4, блокируем его. Объем данных, которые мы запишем в журнал, будет гораздо меньше. Таким образом, мы сокращаем время записи лога. И это значительным образом решает множество из наших проблем. Посмотрите. Давайте подумаем на это. Есть, конечно, здесь еще одна проблема. Когда вы синхронизируете данные, то происходит опередный босс. Когда записываем шейдовый буфер, переносим на основном носителе. После вот этих операций может еще оставаться где-то 300 страниц. И это как раз и очевидная проблема. Но когда мы проводим дел, осуществляем чекпоинт по F-Sync, то нам необходимо обеспечить согласованность всех операций. Но в нашей среде объем данных может быть достаточно заметен. Поэтому мы также выполняем флешинг данных даже после завершения данной процедуры. И поэтому мы уделяем множество, много внимания решению данного вопроса. Но я не знаю, почему в X-Service, не используя проблем в данной файловой системе, нет. Давайте посмотрим с вами на первый элемент. Прежде всего мы будем говорить о прозрачном контроле за подключением. И почему я говорю о контроле, а не о свиче, не о чем другом? Потому что мы с вами проводим две операции. Прежде всего посмотрите. Это сетевой прокси, который разрабатывали для всех процессов, который контролирует все экземпляры. Это мастер. По умолчанию прокси подключается к мастеру и также поддерживает подключение к нашему клиенту. В случае, если разрывается линк с мастером, то, как я уже ранее говорил, мы делаем айчею, то есть обеспечиваем высокую доступность системы. В данном режиме мы завершаем работу мастера, отправляем команду хосту, а хост завершает работу мастера. После этого сетевому прокси мы даем команду на переключение и переключаем на слейва. И слейв становится мастером. Но смотрите, обратите внимание, что к пользователю не видит никакой разницы, потому что с точки зрения пользователя вообще ничего не произошло. Единственное изменение мы наблюдаем в этой части. Мы переключаем пользователя на другой элемент, потому что мы не можем создать процесс или его создать, создать какой-либо процесс после того, как запускается система высокой доступности. Потому что как только мы создаем какое-либо подключение, и процесс для прогресса достаточно требует множества ресурсов. И поэтому мы создаем данный процесс настолько заранее, что было достаточно переключить работу с мастера на слейв. До этого, до этого, подскажите, это не было возможно. Второй момент. Вы как видите, сетевой прокси подключен к фронтенду и бэкэнду. Здесь мы имеем отключение к фронтенду. Здесь мы не связываемся с бэкэндом. Итак, что же у нас? Мы говорим о коротких подключениях, краткосрочных подключениях. У нас достаточно большое количество клиентов, и очень часто возникает проблема с короткими подключениями к возгрессу. Короткие подключения достаточно дорогие. И обычно нам требуется организация определенного пула подключения, но у некоторых клиентов этого пула нет. И если пользователь базы данных разрывает подключение с прокси, неважно, почему, по какой причине, может быть, они уже завершили работу с базой данных и решат возобновить подключение в другое время, нам необходимо поддерживать подключение к мастеру на случай, если вдруг клиенту потребуется воспользоваться мастером. Поэтому здесь нет необходимости возобновлять подключение к мастеру, а это сокращает время реакции. Поэтому вдруг, если пользователю потребуется получить доступ к базе данных, то мы просто используем уже существующее действующее подключение. Единственная проблема в том, что нам необходимо переключить пользователя и очистить все заявления, утверждения и переменные. И именно это мы реализовали в кернеле, в ядре. Мы переключаем пользователя с помощью определенной команды. Далее мы очищаем среду. Продолжение следует... ...сервисов в течение всего года. Поэтому если мы падаем ниже данного значения, то тогда мы будем выплачивать компетенцию. И несколько слов по поводу высокодоступности. Это прозрачность и репликация. Мониторинг. Мониторинг позволяет нам получить информацию о всевозможных проблемах и своевременно их решать. Третий элемент – это резервное копирование и восстановление данных. Также мы говорим с вами о вопросах безопасности. записание операции ввода-вывода, управление различных привилегий. Может быть, у вас есть какие-либо вопросы? На этом я завершаю свою основную часть своей презентации. Да, здравствуйте. Спасибо. Да, здравствуйте. Не могли бы вы рассказать, что касается по поводу операции ввода-вывода? Вы решили проблему с X4 в кернеле? Вы просто нам рассказывали, как вы решили проблему с операциями ввода-вывода в кернеле, а вы проблему с X4 в кернеле решили? Вы знаете, это всё зависит от поведения системы X4. То есть изначально заложено в данную файловую систему, поэтому мы не можем её решить. А как вы тогда решили проблему не помещать данные в журнал? Да, вы знаете, здесь ещё есть отдельное проявление в Linux. Проблема заключается в том, что когда мы проводим синхронизацию целого диапазона и когда мы записываем конкретные данные на странице без протоколирования в журнале, то тогда это может не заработать на других платформах. В настоящий момент мы решаем проблему в Linux. Что касается других операционных систем, то Windows тоже частично работает, но я не могу сказать с уверенностью по поводу других платформ. Спасибо. Вы монтируете X4 как вайтбэк или используете другие рекомендации? Что, вы имеете в виду руководство пользователя Postgres? Да, но там же есть определённые опции по поводу X4. Руководство Postgres рекомендует монтировать том X4, потому что в таком режиме происходит автоматическое протоколирование в данную файловую систему, и иначе мы можем получить двойное протоколирование. Мы пытаемся, конечно, изменить X4 на writeback, но в данном случае мы только лишь меняем журнал, а страницы данной остаются неизменные. В случае использования в синк, если вам необходимо протоколировать операции, и даже если объём журнала небольшой, то всё равно проблема возникает. Мы здесь говорим о определённой процентной доле вероятности возникновения данной проблемы. Спасибо. У меня вопрос. Прежде всего большое спасибо за презентацию. Каково время задержки при исполнении запросов во время переключения с мастера на слейв? То есть время задержки в исполнении задач и команд? Вопрос хороший, спасибо. Фактически здесь необходимо ради внимания на два момента. Прежде всего мы только ограничиваем одну длину при переключении между мастером и слейвом. И поэтому, если мы превышаем данный элемент, то мы тогда переключения не выполняем. Второй момент. В секундах. То есть если мы переключаемся долго, чем несколько минут, то это ужасно для нас, поэтому это неприемлемо. Вы сталкивались с ситуациями, когда репликация с мастера на слейв проходила в задержке и во время переключения проходила потеря данных? Это тоже хороший вопрос. Как вы видите? Высокая доступность – очень важная часть. Но мы также мониторим передачу всей данных. Мы также мониторим задержку между мастером и слейвом. В случае, если задержка превышает одну минуту, то у нас есть определенные инструменты для контроля. Мы выполняем это даже до переключения. И обычно, если время задержки превышает, то тогда у нас… Мы переключаемся на ДБС и таким образом контролируем процесс перевышения. Обычно время задержки не превышает лимит в одну минуту. Но, конечно, возникают определенные ситуации. Частотность возникновения таких ситуаций, конечно, незначительна, но они все равно возможны. В таким случае нам необходимо решать данный вопрос самостоятельно. Мы можем задавать определенное контрольное время задачи. Таким образом, мы можем предоставить нашим клиентам выбор. Более высокая стабильность, либо более высокая доступность. Таким образом, если вы выбираете стабильность, то в случае задержки мы… Или в случае, если время задержки превышает определенный параметр, то переключения мы не выполняем. А если вы выбираете высокую доступность, то тогда мы переключаемся. Последний вопрос. А почему XFS не используете вместо X4? XFS? Хороший вопрос. Вы видите, наша версия составляет достаточно большую часть нашей системы, так как у нас уже очень много решений в данной ООС. Поэтому переключиться и изменить какие-либо подходы достаточно проблематичны. Нам гораздо проще изменить с данного человека или с данного парсера на другой. Но так как мы не можем изменить только из-за этой проблемы, у нас очень много, большое количество различных экземпляров, различных решений. И вы знаете, если, допустим, самолет летит, вы же на другой не пересядете. К сожалению, это большая проблема, но мы не можем ничего изменить. Но я считаю, что мы подходим к решению проблемы достаточно систематически. И поэтому, если вдруг мы вносим какие-либо изменения в движок, то мы используем новые инстанции, новые экземпляры, новые диалоги. Но все равно, конечно, требуется определенное время, чтобы что-то изменить. У меня два вопроса. Во-первых, у вас есть автоматическое исправление. Как он работает? Как этот модуль работает? И второй вопрос. Вы храните бэкапы несколько недель, правильно? Сколько данных в ваших резервных копиях? Позвольте я сначала отвечу вопрос по поводу резервного копирования. На самом деле, наши резервные копии исчисляются очень большими объемами. Потому что у нас очень много инстансов. Поэтому данных хранится очень много. Несколько тысяч гигабайт, совершенно точно. Но у нас есть так называемые еще холодные данные, которые мы перемещаем в менее дорогостоящие системы хранения. Вопрос еще состоит в полосе пропускания. Иногда затычки возникают именно здесь, на этапе передачи данных. Но для этого мы используем расписание. Вы понимаете, что резервное копирование занимает какое-то время. Именно поэтому мы распределяем все эти операции, чтобы они не накладывались друг на друга. Восстановление, конечно же, работает много быстрее. Я не могу сказать, сколько именно у нас резервных копий. Но вы должны понимать, что самый маленький инстанс у нас больше сотни гигабайт. Это самый маленький инстанс. Поэтому вы можете понять, какими объемами мы оперируем. Что касается мониторинга. Здесь два аспекта. Есть формальные оповещения, которые отправляются отсюда. И данные хранятся здесь. Это по поводу производительности. Здесь находятся правила и проверки, которые устанавливаем либо мы, либо наши заказчики. И с помощью их мы можем как раз узнать, релевантны ли оповещения или нет. Вы должны понимать, что далеко не все оповещения получают наши заказчики. Это решает специальные правила. И данные об этих всех оповещениях хранятся в специальной базе данных. И там уже решается, будет отправлено оповещение или нет. Здесь же есть определение инстанса. Мгновенное определение. Именно этот модуль отвечает за проверку, работает ли инстанс или нет. Есть ли с ним подключение, какие ресурсы он использует. Поэтому с помощью этого мы можем автоматически сразу отправить оповещение. Но все оповещения хранятся именно здесь. Для того, чтобы выполнить автоматическое восстановление, мы сначала должны обратиться именно к базе данных с оповещениями и узнать, что именно пошло не так и как это исправить. Например, если мастер недоступен, то этот модуль получит оповещение. И затем он уже постарается исправить эту проблему. Вот это что касается высокой доступности. Если, например, слейв выходит из строя, то здесь все очень проще. Здесь мы можем использовать просто другую задачу для того, чтобы переключить слейва. Если, например, мы отправляем задачу на восстановление слейва, то мы можем сделать это именно из этого модуля. Я ответил на ваш вопрос. А что, если поступило ложное срабатывание? Как вы обрабатываете ложное срабатывание? Тогда автоматическое восстановление может просто ходить по кругу и длиться бесконечно. Но я могу сказать, что автоматическое восстановление выполняется постоянно и требует около одной минуты. Как-то так. Спасибо за вашу презентацию. У меня вопрос, скорее, с точки зрения пользователя. Данные заказчика растут и не помещаются в одном инстансе. Что вы делаете? Может быть, вы применяете шардинг или маршрутизацию, или еще что-то? Отличный вопрос. У нас очень много подобных проблем. Честно говоря, мы задумывались о шардинге, но пока мы его не используем. Мы используем разные сервисы баз данных. И пользователь может сам увеличивать количество ресурсов, памяти, ЦПУ и делать это автоматически. Вы даже можете увеличить объем хранения или ресурсы ЦПУ. И при этом никакой блокировки не будет. Это все происходит очень быстро, за несколько секунд, и вы не получите даже ни малейшей остановки или оповещения. Ресурсы увеличатся автоматически, и все произойдет гладко. Именно поэтому, наверное, мы пока и не реализуем шардинг в нашем сервисе, потому что есть другие решения, и есть и другие моменты, на которыми мы работаем. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...